Приветствую, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим отличный бой на Центреон Экшн Икс. Танк сейчас, в принципе, играется поинтереснее, чем раньше. Его аппали много раз. Ну и вот сейчас он достиг, так скажем, своего наивысшего нагиба. То есть на нем действительно можно показывать сейчас хорошие цифры урона. И интересная такая статистика с сайта ВотМета. Можно увидеть, что, соответственно, на первом месте по проценту побед танк Чармэль. Почему именно так? Ну, мне кажется, это связано с тем, что просто танк имеет только, не знаю, какие-то очень скилловые игроки, которые, соответственно, иногда на нем выкатывают, там отметки, может быть, фармят еще что-то такое, там, может, на стримах, и фиг его знает. И, может быть, из-за этого такой высокий процент побед, потому что по-другому я это не могу оправдать. На втором месте вообще ковши танк, ну, та же самая причина. Дальше ЛС-Еван 90. В это я могу поверить, что высоко этот танк, потому что ЛТ всегда хорошо выделен на победу. Шкода Т-56 потом и идет, ну, это действительно хороший танк, потом БЗ-176. В общем, в принципе, дальше более-менее все оправдано. Ну, а на десятках по проценту побед сейчас выигрывает Хори-3. Японская ПТ-САУ, видимо, получилась действительно удачной. На втором месте Контракару Минотавру, то есть итальянская ПТ-САУ. Потом Мантикора внезапно, КС-63. То есть, наверное, некоторые танки так высоко по проценту побед, потому что, ну, просто общее число таких вот игроков средних, на них не играют в основном. Они играют на каких-то хайповых танках. На таких танках обычно играют или какие-то стримеры, там, или просто какие-то хорошие игроки, которые все там отметки фармят. Либо просто какие-то любители, ну, такие вот, которые прям много у них боев, и они на всем подряд катают. И у них, соответственно, опыт тоже есть уже. Я могу это так, соответственно, объяснить. Ну, а, друзья, если хотите выиграть золото абсолютно бесплатно, вам нужно всего лишь написать комментарий и указать свой игровой ник. Делать это нужно только после просмотра видео, а не бежать там роняя кал, комментировать. Нет, так делать не нужно. У вас полно времени, на самом деле. Просто посмотрели спокойненько, вникли в суть и написали комментарий. Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, давайте поиграем на сайте Vodhub. Напоминаю вам, что до окончания весеннего ивента 4 дня. Ну, даже чуть больше тут, соответственно, те, кто хоть немножечко играл на сайте сейчас, вступительный билет всего 45 рублей стоит. Соответственно, ну, это очень дешево, скажем так. И, соответственно, можно поучаствовать в большом розыгрыше голды и премтанков. Так что, ну, и кто хочет, никого не принуждая прям под дулом пистолетов, делайте, что хотите, ну, просто говорю. Я лично, в общем-то, думаю, что неплохо можно там выиграть что-либо. То есть некоторые с двумя билетами, с одним выигрывают премтанки. Ну, может быть, и не повезет, конечно, это чисто в лотерее. Давайте попробуем выиграть тяжелый танк. И есть 3-4-ка, это замечательно, мы ее собираем, конечно же. Также, друзья, вот вам промокод. Вот, приближу его. Вы можете его активировать на сайте, это даст вам бесплатно золото. МКС-ВА-С. И, соответственно, вводите этот бонус-код сюда и получаете золото. Итак, дальше, друзья, у нас огнемет. В общем-то, давайте его обсудим. Некоторые игроки говорят, что вот имба получился. И вообще танк, который супер токсичный, супер имбовый. Так ли это? Ну, на самом деле, вот, если смотреть по вот-реплейсу, в среднем-то и не так-то и много. Это арта огнеметная дамажит. Там 4, максимум 5 тысяч урона. Это прям очень хороший результат. Ну да, у кого-то почти, почти прям получилось 6 тысяч, ну 5-600, короче. Но, в целом, соответственно, результаты именно по урону не такие большие. Но этот урон, он набивается, как правило, очень по-трудовому, так скажем. То есть, действительно, вот, если эта арта наносит где-то урон, то это означает, что она действительно всех бесит, там, танкует все, что в нее летит. И вызывает дикий бадхерт у игроков. Дальше вот такой вот ангар для стального охотника. Соответственно, как появится стальной охотник, так и этот ангар появится. В принципе, детализированный, красивый ангар. За это лайк. Далее у нас новая ПТ-САУ 8 уровня. XM-66F. По текущей информации, летом у нас будет марафон встроенный в боевой пропуск. И есть большие шансы, то, что, соответственно, ну, я думаю, вы понимаете, что это именно машина не готовится под этот марафон. Но очень хотелось бы в это верить, потому что вроде как машина неплохая. Ну, и внешний вид, конечно, у нее странноватый довольно-таки. Но внешний вид пофигу на него на самом деле. В принципе, не так уж и плохо и выглядит. Главное, нагибает или нет. В принципе, есть шансы, что это нагибучая машина будет. Потому что по характеристикам весьма хорошая. Далее у нас ночные карты. Соответственно, очень большую ставку Wargaming будет делать на ночные карты. Сейчас, соответственно, ну, их там доделают. Там уже, в принципе, готово все. То есть, там на европейском сервере опять-таки будут тесты в скором времени. И появятся эти ночные карты. Там же уже есть, насколько я знаю, ну, по крайней мере, тестировались вот эти вот динамические события на картах. Там, когда что-то взрывается, ломается и так далее. И, ко всему прочему, вот такой вот новый танк. В кавычках новый. Потому что, по сути, ну, есть некоторые такие сходства с леопардом. Но, на самом деле, можно сказать, что это измененный леопард. Ну, как мне кажется, по крайней мере, внешне похож. Только с экранами, там, всякими ковшами. То есть, с дополнительной броней. Калпанзерной 7ПЕ, 10 уровень. Очень вероятно, что данный танк может пойти, соответственно, в конец года, именно в сборку. То есть, там, ну, очередной танк будет собираться с помощью ресурсов. То есть, там вы будете на него свои ресурсы вкладывать. Далее, боевые задачи. Если вы любите хоккей. Ну, может быть, среди танкистов кто-то любит хоккей. Я не знаю. Напишите в комментариях. И, соответственно, Леста вот такие вот акции придумывает. Рассказывает про разнообразных спортсменов. И, соответственно, можно поучаствовать. Почитать, если интересно, интервью. И, самое главное, тут активировать боевые задачи, которые появятся в Ангаре. Это нужно делать через официальный сайт только. Через специальную новость. То есть, прям заходите, ищите эту новость. Активируете ее, и дальше у вас появляются боевые задачи. Их выполняете. Можно получить уникальный 2D стиль. Уникальные декали. В общем, кто хочет, налетайте. И на этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok